I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming Так, всех приветствую Так, приветствую всех, товарищи, с вами Хулдэм, и мы, как вы видите, продолжаем играть Продолжаем играть, и теперь я решил, я теперь на режиме истории играю, чтобы сильно нам все не портить И вот новые наши чувачки, наш чувак, он журналист, вот у нас есть коммунист-журналист И еще один коммунист, у нас коммунистов теперь побольше Социал-демократ, как раз таки социал-демократ Как раз все именно приближенных взглядов и споров точно сильно не будет много Теперь наши дела, вот мы можем присоединиться к протесту против нацизма Во, самая интересная меч, которая у нас появилась Наша сторонница Гун Делла Этер рассказала, что социал-демократическая партия устраивает масштабную демонстрацию против Гитлера и нацистов в Люстгартене Будем делать мы это быстро, так как я уже понял, как тут все работает Нам нужно очень много, нам нужны очень хорошие пропагандисты, кто нас хорошо пропагандирует Вот этот чувак прям со знаниями подгодится Вот, а остальных оставим Хотя нам нужна эмпатия Этот вот с эмпатии не очень Можно с эмпатии прям О, во, эффективность тогда будет огромная Боевой дух прям на 10 и можно 11 человек захапать И велосипед Для сбавления О, можно еще эффективность добавить Но мы не будем Опасно тогда Таким образом, вот так вот мы и поступим Во, отлично Отправляем наших чувачков вперед А, нужно всем Нужно прям всех Ну тогда того, кто не с сильной эмпатией Ну давай так Попробуем Прям людей попытаемся завербовать У нас будет много людей А вот, вот этих нам надо завербовать тоже Это собрать пожертвования Давай собери пожертвования Справишься? О, справится, справится Плюс у нас же коммунист Он крайне хорошо разговаривает с пролетариями Мы получим где-то от 16 до 19 рублей Отлично Молодцы Давайте попробуем Как будет выглядеть это все У нас очень много протестующих Мы лишились одного Ну а сейчас мы получим гораздо больше Как вы? Справился? Молодец Плюс 16 Прям ровненько Молодец А как с протестами? Вы присоединились к Двих Двух тысяч К двести тысячам протестующих Собравшихся в Берлин В Берлинском парке Люст Люстгартен Оратор призывает Собраться к Собравшихся Призывает собравшихся к дисциплине И единению борьбы с Нацистами Ничего не бойтесь Нас слишком много Гитлеру и его Приспешникам не остановить нас Говорит он Мы беседуем с другими Протестующими И некоторые говорят Что готовы поддержать нас в будущем Плюс 11 человек О Плюс Вот смотрите Плюсик Мы вышли в плюс Мы прям в плюс вышли Побольше Коалиция правых Это мы все читали Пару дней Мы пропустим Это мы все читали Как я знаю Первые несколько дней Там два дня Кажется Четыре Три Три или четыре дня Где-то надо будет пропустить Сразу к работе Боевой дух группы Это мы все помним Вот боевой дух у нас хороший Уйти в подполье мы можем Но мы не под прицелом Так что нам нечего бояться Мы можем людей побольше Призвать к себе О вот Купить краску Можно купить краску Чтобы этих Понятно что сделать Встретиться со священником Или купить бумагу Бумагу это чтобы напечатать что-то В редакцию Но для этого нам нужен Да бумага Вот Энглика Грэбби Работает в типографии И сумела выяснить Вынести с своей работы Рулон бумаги Теперь мы можем Печатать листовки вручную О да Не хватает вот самой бумаги Мы можем печатать бумагу Или красить Закрасить что-нибудь Что будем делать Но пока что у нас Нет возможности Давайте сосредоточимся На сборе подданных Поговорить с рабочими Разумеется Отправляем Кто у нас коммунист Ты у нас прям С эмпатии хороший Ой Только 5-6 человек Как-то слабоват Чувак Да Как-то слабоват Мы прям работаем Тут их прям По два надо Чтобы нормальный Человек-то собрать Ну а если вот так Попробовать Отправим людей На сборку новых Чувачков Соберем пожертвования Отправим кого-то На пожертвования У нас хорошая эмпатия Собери пожертвования Нам Собери пожертвования А ты давай тогда Может отправить его Как раз за бумагой А Давай купи бумагу А может Бумагу Или краску Можно краску купить Или бумагу Что сделать лучше Давай бумагу А Ой Ты прям очень плохо Будешь работать Ты максимум Одну-две бумаги Сделаешь Очень слабая эффективность Нет Тебе одного Туда отправлять Вообще опасно Поговорить Со священником Ты у нас кто? Ты у нас социал-демократ Мне кажется Тебя они вряд ли Выслушают Хеллен Убрежденная христианка И прихожанка церкви В районе Темпельков Рассказывает нам О пастыре Которые Нередко Какой-то Режим Не стесняясь Выражений Кажется он согласится Вот Социал-демократ Вот Очень маловероятно Что он согласится С бывшим членом Профсоюза О-во-во-во-во Да Социал-демократ И вот его Отправим Прям отлично Давайте Вот такая вот Быстренько Будем проходить Прям Будем проходить Быстро Чтобы быстрее Добраться До новых вещей Вот она С ситуацией С этим чувачком Тоже мы Поздороваемся Хватит Пропустите С ума сошли Оттолкнуть Ну давайте Нужно что-то Сделать Нужно что-то Сделать С этим Сумасшедшим Он представляет Опасность Не только для меня Но и для всей группы Надо что-то С ним сделать Что у нас Сделалось Один мы Одного потеряли А что будет С новыми Как набор Встречаются С товарищами И мы набираем Плюс Восемь человек Неплохо Мы уже Перебороли В несколько раз Отток И собираем Пожертвования В районе Двадцати четырех Неплохо Денег Прям предостаточно Собирает Ой блин Только одного Из профсоюзов Смогли убедить Боевой дух Падает Ну да Неприятно Но ничего Не поделали Гитлер Встречается С промышленниками Кажись Вот это мы не считали Я вот не могу Вспомнить Или он не встречается С промышленниками А нет Он Это уже было Я помню Это уже мы помним После собрания Михаил Хараган Нервно Сглад Оглядываясь Отводит меня в сторону В чем дело В чем дело Майкл Майкл Спрашивает Спрашиваю я Слушай Говорит он А если мужчины Любят мужчину Или женщину Ж Мужчина любит Мужчину Или женщину Женщину По твоему Это плохо Но честно говоря То мы Блин Нет Это неплохо Я думаю Любовь остается Любовью Кто бы Кого не любил Говорю я И вижу Как он С облегчением Улыбается Конец сцены Давай так Ну я Серьезно Нам незачем Сейчас Конфликтовать С друг с другом Из-за этого Это совсем уже Перебор Так люди у нас Набираются Давай Можешь О Неплохая эффективность Он даже в одиночку Может сходить А если я ему Денег дам еще Ой Это эффективность Повышает Давай я возьму Чуть-чуть Чтобы эффективность Повысить Давай Три бумаги Он точно Три бумаги Принесет А теперь Надо Разослать Остальных По другим местам Во-первых Пожертвования Надо того Кто с Хорошей прям Харизмой Вот ты у нас Отправляешься За пожертвованиями Такс И нужно поговорить С рабочими Как раз таки У нас остались Социал-демократы Он социал-демократ Он социал-демократ Мы наберем Людей побольше Где-то В районе Одиннадцати Можем набрать А если я Пойду вот сюда Поговорить с рабочими Вот здесь Вот Как тут Нет Тут вот Собираешь средства Для нас А что быть Если я тут наберу А вот тут Побольше Кажись Фиктивность Давай попробуем Как будет Мы наберем бумагу Наконец-таки Нам просто Нужны люди Как-никак Два покинули Наши ряды Но мы сейчас Тут Купим бумагу Как ты купил Бумагу Гютен Тидге Гюстел Гюстел Ки Ой Гюстел Думает Что его заметили Гюстел Тидге Хочет купить Бумагу Чтобы избежать Слежки Он выбирает Магазин В незнакомом районе Кройцеберг Выслушав заказ Проказчик Скрывается В подсобке Агюста Гюстел Тидге Ждет Устой Через некоторое время Проказчик Возвращается С бумагой Отлично Плюс 3 бумаги Теперь мы можем Даже что-то сделать Так пожертвование 25 собирает Неплохо Молодец Прямо Мы почти Ну Пополнили Свои Нормальные ряды Свою казну Так С рабочими Мы встретились Мы набрали Где-то Плюс 10 штук Это неплохой результат Че сказать тут Ой Думает что его заметили У нас очень плохая скрытность Что плохая Что плохо Ну ладно А вот это уже новенькое Наконец-таки Секунду Так товарищи Все Наконец-то что-то новенькое Ой извиняюсь Теперь наконец-таки Что-то новенькое Произошло Это радует Так С товарищей Вперед Поздний вечер Я сижу в баре На Хан Кешер Хан Хан Кешер Маркт Маркт Внезапно кто-то Вбегает в бар И кричит Рейхстаг горит Коммунисты Сожгли Рейхстаг Выбежит на улицу Разумеется Я останавливаю Я Останавливаю Недопитый Я оставляю Недопитый бокал И выбегаю Из улицы На улицу Смотря на поздний час На улице толпа Багровая Синяя Зарево Багровые Сияние Озаряет ночное небо Над Рейхстагом Интересно Что случится Почему мы стоим Говорит женщина В Муховой шубе Пойдем узнаем Что там Случилось Люди Соглашаются Собираются Вокруг К нее Присоединиться Я присоединяюсь К ним И мы вместе Идем По безлюдным улицам К Рейхстагу Чем ближе Мы подходим Тем сильнее Запах Гарри Остановится Трудно дышать Спрятать Ночь в шарф У моста Ведущего К Рейхстагу Нас останавливает Наряд полицейских Сюда нельзя Говорит старший Уходите Посмотреть на толпу Там За мостом Былает Рейхстаг Вокруг Собираются Все больше Зевак Обратиться К женщине В шубе О У нее маг Кажись Она социал Демократка Ну хотя Конечно Это не 100% Но у нее Маг Это Символ Социал Демократов Кажись Я обращаюсь К женщине В шубе Что Это та самая Что Собрала Людей У бара Как вы думаете Кто это сделал Спрашивает Она Мне хочется Задать вам Тот же вопрос Мне хочется Задать вам Тот же вопрос Говорю я Мне это Откуда знать Спрашиваю Поджимает Плечами Она Я знаю Лишь одно С тех пор Как этот Бешеный Пай Паяц Пришел к власти Все Пошло Наперекосяк И вот это Она указывает На пожар Это очень В его духе Но я вам Ничего Не говорила Понятно Разумеется Конечно Киваю я Хорошо Улыбается она У таких Как я И так Много Неприятностей Да Как я и догадывался Она Социал-демократка Опять же таки Приветствую вас всех Конечно Очень Неудобное Место Но все таки Поприветствоваться Надо Продолжаем Проходить Игру Темнейшие Времена Наконец Просто Я слишком Быстро Это все Проходил Я начал Просто Начал С того места Потому что Там новые Интересные События С митингом Которого У нас Не было В первой Части Вот У таких Как вы А вы Вроде Ничего Она Оставляет Мой вопрос Она Оставляет Без Внимания Мой вопрос Если Захотите Потанцевать Под музыку Которую Ненавидит Новая Влайт Заходите Она Дает Мне Визитку На Которые Написано Жираф Танцы Бар Кабаре Исч Танцы Бар Кабаре Исчезает В толпе Пожарные Все Пребывают Съехавшиеся Наверное Съехались Наверное Со Всего Берлина Со Здоровиком Не Первый Мировой Лучше Нет Поговорить Со Здоровиком Я Собираю Я обращаюсь К Здоровяков В Сплощенной Сплощенной Каске И С таким Же Расплющенным Носом С Расплющенной Каской С Таким Же Расплющенным Носом А тьфу Кепки Тьфу С Расплющенной Кепкой Таким Же Расплющенным Носом Он Похож На Профессионального Боксера В карьере Которого Поражение Было Явно Не Меньше Побед Ну что Ну что Говорю я Как вы думаете Кто это Сделал Вы Меня Спрашиваете Он Кажется Удивлен Уж точно Не я Успокойтесь Я Я И не Говорю Что Вы Отвечаю Я Но кто То же Это Сделал И кто Же Как вы Думаете Боксер Подходит Вплотную И Шепотом Говорит Нацисты Ясное Дело Теперь Они Под этим Предлогом Всех Загонят Разгонят Вот Увидите Он Сглатывает Пас Он Оглядывается По сторонам И уходит Осмотреться Полица Тесняет Толпу Зевак Подойти К человеку В форме Времен Первой Мировой Я Подхожу К человеку Вы Вы Видавший Виды В форме Первой Мировой Он Оборачивается И Внимательно Смотрит На меня Чего Надо Грубо Говорит Он Грубо Говорит Он Кто Устроил Пожар Пожар Кто Устроил Пожар Спрашиваю Я Коммунисты И Жиды По сути Это Одно И Тоже Его Голос Звучит Грумче Но Они Сами Подписали Себе Смертный Переговор Мы Больше Не Позволим Им Покушаться На Германскую Нацию Гитлер Будет Беспощаден Им Конец Конец Все Хватит Полиция Тесняет Толпу Зевак Пора Домой Здесь Не на что Больше Смотреть Очень Смешно Что Он Не догадывается Что Перед ним Стоит Бывший Журналист И Притом Еще Коммунист Я Возвращаюсь Домой Поздней Ночью Сразу Засыпаю И мне Снится Пожар И Странные Люди Спорящие О том Кто Это Устроил Пора Вставать Давайте Встань Я Еще Сижу В кровати До Меня Доносится Какой-то Шум Откройте Откройте Иначе Мы Выбьем Дверь Кто-то Барабанит В дверь Квартира Скочить С кровати И спрятаться Или Лучше Не надо Скочить С кровати И спрятаться Но Мне кажется Они В любом Случае Мы не Можем Сбежать Мне кажется Они Нас Найдут Открыть Дверь Ой Блин Еще Вы Полудрем Я Открываю Дверь За Низ Стоят Двое Полицейских И парень В коричневой Рубашке Вы Гюстел Тюдек Спрашивает Полицейский Да Это я Да Это мое Имя Чего Вам Нужно Чего От Вам От Меня Нужно Спрашиваю Я Скоро Узнаешь Коммунистическая Свинья Шипит Штурмовик Переспросить Вы Арестованы Говорит Полицейский Если Вы Ни в чем Не виноваты Вам Штурмовика Таков порядок Я Ничего Не сделал Я Ни в чем Не виновен Вы Не имеете Права Пытаюсь Сказать Я Но Штурмовик Бьет Меня По лицу Ни в чем Ни в чем Ни виновен Орет он Твоя Вина В том Что Ты Коммунист Все Вы Предатели Германской Нации Но Настал Судный День Посмотреть На него Нельзя Бить Арестованных Кричит Полицейский На своего Помощника В коричневой Рубашке Подождите В машине Ясно Затем Оборачивается Ко мне И говорит Гер Тюдек Прошу Вас Следовать За мной В участке Мы во всем Разберемся Идти за ним Я иду За полицейским А вот Новый Этот Почему только Сейчас Показали По поводу Жирафа Я иду За полицейским Коричневый Рубашечник Ждет нас На лестничной Площадке Конец Сцены Вот Меня И загребли Меня Загребли В первый Жи День Гюстет Тюдек Арестован Боевой дух Группы Падает До 64 Ой Боже Это Плохо Они Пришли Среди Ночи И бросили Меня В грузовик Вместе С остальными Заключенными Нас Везут Через Весь Город И Приводят К зданию Которое Охраняют Люди В черной С Ас Сасовской Форме Туда Рявкает ССовец С винтовкой Он Тыкает Пальцем В сторону Здания Я Осуждаю Там СС И все Дела Это Все Плохо Я Это Все Осуждаю И Презираю И Это Я Не Шучу И Подобные Взгляды Также Осуждаю Презираю Тех Кто Их Придерживается Повиноваться Я Потому Что Блин Это У него Винтовка Хрен знает Что Он С нами Сделает Они Считают Нас Коммунистом А Если Они Реально Узнают И оказываюсь В темном Помещении Без Окон Меня Призывают Меня Привязывают К стулу Прямо В лицо Светит Яркая Лампа Я Ничего Не вижу Глаза Слезятся Наручники Впиваются В запястье Потребовать Адвоката Я имею Право На адвоката Говорю Я Проходит Кажется Целая Вечность Вдруг Кто-то Входит В комнату И Садится За стол Напротив Меня Здравствуйте Говорю я Мужской Голос Отвечает Итак Гер Тюдик Вы Сами Во всем Признаетесь Или Вас Придется Заставлять И Все Я Вообще Не понимаю О чем Вы говорите Отвечаю я Что ж Как хотите Поправьте Сказать Мне Так Даже Больше Нравится Говорит Он С Вызвом Ничего Я Вам Не скажу Говорю я И плюю В него Как Пожелаете Следователь Подходит Вплотную Из-за Яркого Света Я Не Вижу Его Лица Но Замечаю Как Он Поднимает Вжатый В руке Кулак Вжатую В кулак Руку Гордо Вскинуть Гулу Я смотрю Ему Прямо В лицо Он Бьет Меня Кулаком В бровь Я чувствую Боль По лицу Бегут Струки Крови Он Избивает Меня Несколько Часов Не останавливаясь Даже После того Как Я Теряю Сознание Наконец Меня Отталкивают В камеру Оттаскивают В камеру Здесь Тесно И холодно Пахнет Нечистотами На Дощатой Кровати Нет Матраса Поэтому Я Ложусь На пол По крайней мере Никто Не орет Никто Меня Не избивает Отдыхать После Целой Недели Допросов И Истязаний Меня Отпускают Без Каких Либо Объяснений Не верится Что Мне Так Повезло Ну Теперь Держитесь Конец Сцены Минда О Спад О Еще Арест Минус Семь Мне кажется Это Неизбежно У меня Даже Ничего Плохого Не было Никаких Модификаторов Вот Мы Наконец Новый День То Что Хоть Что Новое НСДАП Выигрывает Выборы В Марте 1933 Года Прошли Всеобщие Выборы В Рейхстаге НСДАП Получили 43 43 Процента Голосов У Коалиции Нацистов И ННН НННД НННД И Как это В новом парламенте Наибольшее Небольшое Большинство Достаточно Для Обычной Работы Правительства В тот же день С теми же Результатом Прошли Государственные Выборы В Пруссии Облава На коммунистов Штурмовики Полицейские Провели Обыски В квартирах И местах Встреч Коммунистов По всему Городу Конфискованы Печатные Материалы Арестованы Сотни Человек Среди Которых Есть И депутаты Рейхстага Да Вот такие Вот дела Нормально Рейхстаг Подошли И сразу же Использовали Это как повод И быстренько Всех Поскручивали И Вот интересно Это Меня бы сразу Меня бы скрутили В любом случае Будь я Коммунистических Взглядов Или нибудь Скорее всего Мне кажется Меня в любом случае Скрутили бы Школы Школы В среду Закрыты Чтобы Отметить Историческую победу На выборах Министерство Образования Призывает Отмените В эту среду Занятия В школах И университетах Победители Блин 8 марта 1933 На собрании Герхард Энд Просит А Просто Кипит Клянусь Пожар в Рейхстаге Лучший подарок На который Только можно Рассчитывать О чем ты Герхард Продолжает Они обвиняют Коммунистическую Партию С которой С самого начала Враждовали А теперь У них Есть повод Просто арестовать Всех коммунистов Даже моего отца Чем мы можем Помочь Чем мы можем Тебе помочь Спрашиваю я Мой отец В тюрьме Ему нужен адвокат Но на это Нужны деньги Дать ему 50 марок С этим Мы поможем Говорю я Конец Сцены 50 марок Очень дорого Нам придется Денежки собирать Но зато Боевый дух Подняли Так Давай Что мы будем Делать О Большое место Что тут Если мы сможем Сорвать пропагандистскую Высылку То мир увидит У нас Серьезные намерения И есть еще люди Готовые Сражаться С режимом Ой Нужен коктейль Молотова Ё моё Коктейль Молотова А где мы Коктейль Молотова То соберем Украсть Деньги Штурмовиков Уууу Ой Ой А вот и Появились Первые Проблемы Наш сторонник Оскар Гроби Рассказывает О происходящем В Пыточных Лагерях Штурмовиков Нам нужно Помочь Пленникам Организовать Побег А для этого нужна форма штурмовиков для этого нужно форма штурмовиков а чтобы сюда добраться нам нужны деньги да нам нужны день так что мы будем делать у нас есть мы можем что-то сделать что тут задание для отдыха о ясно так мы можем отдохнуть танцы в жирафе о мы можем отдохнуть весь этот день если захотим можем отдохнуть вести если захотим 30 с подругой купить краску можно купить краски его можно напечатать бумагу а кто нас хороший пропагандист нам нужен хороший пропагандист волк хорошей пропаганды и образование поганда хорошие вот это вот он у нас будет писать о ее ей угроза очень большая нет не получится давайте отдохнем вообще все мы можем отдохнуть а это моральный дух поднимет мы можем а скрыться мы не можем да да денег не хватает это плохо это очень плохо а боевой дух но боевой дух более-менее но давайте деньги собирать что уж тут скажешь мы можем попытаться что-то собрать если социал-демократов отправлю вот так а получилось собрать пожертвования в районе а мы можем всеми остальными пойти все отменится у нас чтобы им делать пожертвования мы соберем а вот людей а вот тут можно людей о профессора можно взять а какому как он будет относиться к нам да как-то не очень а вот так нормально шансы набрать людей больше но честно говоря это как-то маловато все уже одного человека и два боевого духа маловато купить бумагу мы не можем а что тут а тут все безопасно мы можем отправить кого-нибудь а кто там нужен нужен симпатии очень хороший ой коммунист у нас коммунист або вот так подходит симпатии мы у него эмпатия хорошего может священнику говорить так надо куда-нибудь отправить их где нет преследующих класс преследовать не будет да очень сильный риск конечно но может ведь велосипедом сбавим давай и еще отправим чувачка на вот этот сбор тихо на этот сбор очень риск большой какой-то очень большой риск и пипец о нет мы не получится он он трудяга его не примут а куда а куда мы еще можем отправиться хотя бы эффективность нормально вот тут эффективность больше но все равно как опасно не а давай тогда уж лучше оси туда отправлю может что-то все-таки выйдет там хотя бы нет сс все я буду надеяться возможность отдохнуть и вы ну вы понимаете в баре будет получше я ухожу собрание еду домой вагоне я не могу избавиться от ощущения что за мной следят нужно быть начеку недалеко от дома я выхожу из вагона и вместе со мной еще несколько пассажиров пойти в пивную пойти домой или в пивную пойти в пивную я вхожу в пивную и осматриваю здесь много народу но я замечаю месту окна осмотреть людей на улице осматриваю людей на улице вдруг вижу знакомое лицо вдруг увижу знакомое лицо не по я допиваю сидеть здесь дальше смысла нет пойти домой пройдя наконец домой придя наконец домой я быстро ем ем выключая свет и сажусь у окна снаружи темно но улице перед домом ярко освещено осмотреть улицу я вижу в темноте я сижу в темноте и жду мимо проносятся машины проходят люди я посыпаю среди ночи и подхожу к окну на противоположной стороне улицы я вижу тень следить отсюда все в тени стоит мужчина он замечает меня и сразу же разворачивается и уходит если за мной и правда слежка то спи шпик уже ушел я возвращаюсь и снова ложусь в кровать меня выследили нужно быть осторожнее на меня обратили внимание мне стоит на время залечь на дно конец сцены так 2 мы потеряли двух чувак о двух людей со священником и встречаемся мы его завербовали ой блин зря я мог прочитать гертенд встречается со сторонниками нашей группы из числа рабочих но это уже было а и мы получаем денежки наконец-то больше денежек надо и боевой дух поднять честно говоря получается чуть-чуть боевой дух подняли ой велосипед а не велосипед вернулся фуф я чуть не подумал что мы потеряли велосипед о отлично плюс 3 мы даже вернули немножко боевого духа отлично новое министерство пропаганды йозеф геббельс объявляет о создании министерства народного просвещения пропаганды но разумеется пробовать мозги людям коммунистический коммунистов изгоняют из парламента пользуясь полученными после пожара рейхстага полномочиями нацет нацисты отбивают места полученные членами коммунистической партии по итогам выборов все газеты из сдпг запрещены бремер фолькс 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 так швабиш и так стали последними газетами социал-демократов закрывшимся из-за запретов отлично 15 марта 1933 меня уволили я потерял работу говорит майкл херга мне очень жаль мне так жаль но почему спрашиваю я наверное кто-то услышал как я говорил коллеги что на прошлых выборах голосовали языком на прошлых выборах голосовал за коммунистическую партию говорит майкл майкл это ужасно не знаю где взять денег на квартиру и еду более боюсь сейчас мы мало что можем для тебя сделать конец сцены мы получаем 2 поя да мы получаем добавчик да и теперь у нас отношение немножко ухудшились так мы можем попытаться проследить за штурмовиком а это даст нам путь и мы сможем проследить за штурмовиком до наш сторонний херберт тайт тайтс говорит что знает место откуда можно наблюдать за штурмовиками в районе кейпин кто у нас хорошей скрытностью у нас конечно под прицелом ой 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 очень большой риск ой 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 блин риск прям огромный пипец огромный риск я не думал что все так плохо прям будет можно залечь на дно давайте отправим их залечь на дно вот тебя залечь на дно и тебя залегайте на дно товарищи а куда можно еще отправиться можно отправиться вообще потусить но это все вместе мы плюс 50 получим это плюс 50 боевого духа очень полезная вещь честно говоря может еще одного чувачка к себе за не призвать а а то у нас слишком мало скрытных давайте поищем новых членов а есть кто-то с большой эмпатией и скрытностью хороший попробуй найти кого-нибудь попробуй найти кого-нибудь хорошо а теперь попробуем а ты сможешь написать что-нибудь а получится эффективностью чем были а сведения нет плохо очень эффективность будет плохой не получится а из рисовать нужно написать лозунки на стенах нужна краска которая у нас нету так ладно пора уже заканчивать мы не можем нигде купить краску да не можем поговорить с христианской общиной священник вы принц сауэре она хочет познакомить нас со своими друзьями мы могли попробовать заручиться их поддержкой он коммунист вот что минусом коммунистом является но если вот так то может что-то выйдет он их все-таки хорошей эмпатии пропаганда у него он может убедить их несмотря на то что он коммунист давайте попробуем да мы конечно потеряем денежек но еще не поделать плюс 11 но зато мы получили пожертвования от наших товарищей говорит с людьми которые не любят нацистов и выбирать из них троих отлично кто из них подойдет нам нужен тот 100 с хорошей скрытностью образованные и главное умеренные либералка умеренная либералка есть эмпатия есть хорошего со скрытностью 2 удастся хорошая скрытность может ее взять она образованная но тут всех христиан либералы ну давайте ее она со скрытностью хорошие образованные прям она прям хорошего образована хотя ну да нам нужен уже этот хотя со силой нужна нам нужно может нам силач подойдет а я ладно я выбрал ее поздно уходи и и встречаются с аратиками плюс 5 товарищей неплохо молодец мы немножко уменьшили укрыл гуцте тюдек укрылся в надежном месте где его никто не узнает по возвращении он чувствует себя гораздо спокойнее отлично ну и на этом дне у нас за к минус 6 и плюс 3 человека мы потихоньку растем неплохой результат ну и заканчиваем мы уже на и закачиваем день в поддаме очень падает боевой дух быстро ладно торговая война чехословакии это все мы уже увидим следующей серии но я надеюсь вам понравилось это новые этот видеоролик да извините что вам пришлось пару дней посмотреть старых просто не хотелось ничего нового пускать все таки не думал что нам повезет так быстро на бац и найти протестующих протестующих и получить так много поддерживающих нас людей нас где-то уже по 30 человек где-то так потихоньку набираем людей буду надеяться что будет более-менее нормально серьезно эти гестаповцы прям очень сильно бьют по нам прямо не прям так сильно бьют и самое обидно что скрытных у меня среди моих людей скрытных вообще нет вот вообще вообще их не этот самое обидное ну ладно хотя бы одну скрытную мы смогли поймать и она за и она вдобавок крестьян убиралка конечно нацисты не любят либералов но они может она хоть как-то сможет все-таки проследить за этим чертовым нацистом и узнать где он собирается украсть его форму чтобы организовать побег ну или даже сорвать выставку нацистку если получится прям будет очень сильный удар по нацистам буду надеяться нам все это удастся ставьте лайки если понравилось пишите комментарии пишите свое мнение выпишите может новые игры знать какие интересные которые тоже попадут ко мне на канал заглядывайте в описание там будет ссылочка на мой дискорд-сервер и на дискорд-сервер по доки-доки буду рад вас там видеть и не забывайте конечно же сжать на кнопочку подписаться на колокольчик так вы о новых видео будете узнавать и станете членов станете членом нашей маленькой но крепкой семьи и с вами я конечно же не прощаюсь скоро и и и и и